В имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, всякие делающие грех, есть раб греха, говорит Иисус, но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вопрос интересный насчет свободы. Как вообще понимается она в этом мире многими людьми? И свобода пойти туда, куда хочу, или делать то, что хочу, ну нет, это в общем-то далеко не исчерпывается, свобода этим. И даже иногда это просто иллюзия бывает. Мы добиваемся какой-то свободы, мы хотим какой-то свободы, каких-то прав, гарантий и всего прочего. А на самом деле остаемся действительно рабами своих эмоций, рабами своих страстей. И все время есть такие люди, которые постоянно говорят о правах, о свободах, политических, конечно, прежде всего. И все время им чего-то не хватает. И все время они остаются чем-то недовольными. Думая, что где-то, в какой-то стране, там, в какой-то цивилизации другой есть эти права и свободы, но можно быть уверенным, если бы они там оказались, они бы тоже были бы обязательно чем-то недовольными. Свобода, конечно, не в этом. Свобода в чем-то другом. Вообще, по-настоящему свободен только Бог, Творец наш. Мы, существа, по определению ограниченные. Мы не свободны от законов физических. Мы не свободны, в конце концов, от временных рамок нашей жизни. Мы не свободны от биологических законов, которые ведут в старение, в смерти, в конечном итоге. Вот. И тем не менее, Иисус обещает нам свободу. Но эта свобода, она, как бы сказать, по ту сторону всего, что мы можем себе представить, о свободе внешней, так сказать. И понятие греха, вообще, оно имеет два основных смысла. Когда Иисус говорит, всякие делающие грехи, есть травы греха. С одной стороны, грех – это беззаконие. Одно из таких определений дается Иоаннам Богословам в первом послании соборном. И это одна только сторона греха. Есть и другая сторона. Грех – это как ошибка, как промах. В этом смысле в Библии, в двух местах еще Ветхого Завета, сказано, что нет ни одного человека, который поживет и не согрешит. В этом смысле человеку свойственно ошибаться, промахиваться. И в этом смысле можно рабами греха быть, и как рабами своих страстей, которые ведут к беззаконию, и можно быть рабами просто своих ошибок. А к ошибкам ведут наши, ну, какие-то шаблонные, иногда привычные представления о том, что есть хорошо, что есть плохо. В принципе, эти представления не всегда неверны, но в каких-то моментах уникальных, неповторимых, в каких-то нужных моментах, когда приходится принимать либо правильное решение стараться, либо решение, которое ведет к наименьшему злу из всех возможных, вот тут запросто можно промахнуться. Имея в виду, как сказать, общее представление и о Писании, и о том, что хорошо, что плохо, а тем не менее мы всегда, или очень часто, промахиваемся все равно, хотя хотим лучше, а получаем далеко не всегда, чего мы хотели. В этом смысле мы все тоже грешники. И вот по-настоящему, конечно, свобода во Христе Иисусе, который обещает нам свободу совсем другую, не такую, которую мы привыкли добиваться, ожидать. Свободу внутреннюю, свободу от эмоций, от предубеждений каких-то, от каких-то шаблонных представлений. Вот это по-настоящему свобода, которой можно в этой жизни хотя бы прикоснуться. Да, мы в этот мир пришли грешниками, и грешниками из этого мира уйдем. То есть до конца свободными мы в Боге не будем или будем только отчасти. В этом мире все отчасти. Но все-таки, прикасаясь к этой свободе, можно понять, что это гораздо глубже, гораздо превосходнее всего, что мир наш предлагает нам в плане свобод каких-то внешних, политических, гражданских прав и всего прочего. Вот действительно можно быть ограниченным, во Христе, конечно, Иисусе, можно быть ограниченным какой-то там имперской властью, как была в Риме. Далеко не совершенная власть. Можно быть преследуемым, как, опять же, преследовали Иисуса, ждали Его смерти. Можно быть преследуемым, как ученики Иисуса в последующем преследовались. Пример апостола Петра, опять же, характерный. Сегодня он освобождается чудесным образом от гонения при Ирда Агриппе. Это было второе гонение после первого, примерно в 30-х годах, в середине 30-х годов, когда гибнет первомученик, архидиаком Стефан. Второе гонение было около 44-го года, как раз, когда тоже пытались наложить руки, в том числе, на апостола Петра. Но вот чудесным образом ангел его избавляет из темницы, он сам не верит, что это с ним происходит. И он идет дальше, уже уходит из Палестины, очевидно, отправляется в Антиохию, а потом и до Рима доходит. Но вот сегодня такое время, сегодня по воле Божией он освобождается. А настанет момент, и концовка Евангелия от Иоанна говорит уже о том, что Иисус ему говорит, что сегодня вот ты был молод и шел, куда хотел. У него была такая вот свобода. А настанет момент, когда другой тебя свяжет и выведет, куда ты не хочешь, намекая, какой смертью он прославит Бога. И это случилось в 60-х годах в Риме. Вот как действие Бога удивительно, парадоксально. В один момент он может чудесным образом освободить, но в Дух Святой, а в другой момент этот же Дух ведет на крест. Вот так было с учениками Иисуса. Воля Божия проявлялась в один момент одним образом, а в другой момент совершенно другим, противоположным образом. И вот так с нами тоже может быть. Ну, в более мягком, конечно, варианте, потому что каждому крест дается по силе нести. В один момент какое-то чудесное решение проблемы, а в другой момент годами проблемы не решаются. И в этом тоже какая-то таинственная, божественная педагогика. И свобода в Боге внутри, так сказать, внутренняя свобода, конечно, неотделима от смирения. от понимания того, что, Господи, Твои мысли, Твои пути не наши мысли, не наши пути. И это приходится принимать достаточно болезненно, может быть, даже годами изживать свои какие-то ожидания, свои какие-то неудовлетворенности. Боже, ну почему так вот, почему Ты попускаешь вот это вот, почему Ты не вмешиваешься. Вот так вот приходится это изживать, приходится смиряться, и только в смирении мы можем достичь какой-то большей внутренней свободы, когда мы уже не ожидаем ничего, мы не стучимся, так сказать, как дятел по дереву, или, так сказать, воздевая руки, так сказать, пытаясь достучаться до неба, почему, Господи, вот, расслабиться, смириться, и, в конце концов, признать, слава Богу за все, как Иоанн Златоуст в конце своей жизни в ссылке. И вот это вот тоже достижение какой-то большей внутренней свободы. Иначе, постоянно предъявляя Богу какие-то сомнения, претензии, ропот, мы действительно остаемся рабами греха, рабами своих собственных эмоций, рабами своих собственных представлений, весьма ограниченных представлений, о том, что хорошо, что плохо, что добро, что зло, только в Боге, в Духе Святом можно в каждый момент времени узнать, что же на самом деле большее зло или меньшее зло, учитывая, что добро и зло в нашей жизни не спутаны. Вот так вот такова жизнь. И, Господи, как сказал однажды отец Петр, кому нам еще идти, когда Иисус тоже, говоря непонятные парадоксальные слова, в очередной раз смутил многих учеников, некоторые отошли от него, а Петр признал, Господи, а кому нам идти, Ты один имеешь только слова вечной жизни. Вот если мы это понимаем, хотя не до конца можем применить эти слова в нашей жизни, но мы понимаем, что, да, идти нам больше некуда. У нас есть надежда, у нас есть возможность возрастать в этой свободе, которую нам Иисус обещал. Аминь. Христос воскресе. Аминь. Аминь. Аминь.